Привет, я Женя, а это дочка Марка Цукерберга, Макс, и она делает свои первые шаги. Исторический момент жизни Максы Марковны, счастливый отец снял на камеру 360 и показал всему миру. Смешная у них собака, на швабру похожа. Но это не все новости на сегодня, так что оставайтесь на канале и узнаете. Какая виртуальная игра стала самой прибыльной в мире? Зачем японцам виртуальная жена? А неугомонному Марку Цукербергу виртуальный дворецкий? Марк сегодня в топе новостей. Сначала дочку прославил, но о себе тоже не забыл. В общем, глава Facebook так обленился, что разработал себе виртуального дворецкого. Теперь некий Джарвис включает в него дома свет и готовит тосты. На разработку Джарвиса ушел почти год. В итоге виртуальный помощник умеет управлять климатом в доме, включать электроприборы, готовить тосты и даже подбирать музыку и разговаривать. Джарвис, включи какую-нибудь хорошую песню Nickelback. Я не могу. У Nickelback нет хороших песен. Еще Джарвис умеет распознавать лица друзей и открывать им дверь. Виртуальная система работает практически бесперебойно, но иногда все-таки лагает. Так что бабулю в гости лучше не звать. Точно подумает, что в доме завелся полтергейст. Виртуальным помощником скоро обзаведутся и японцы. Здесь создали идеальную виртуальную жену-голограмму. Она сидит в стеклянной банке, ждет вас с работы, разговаривает приятным голосом, но при этом не пилит мозги и не требует зарплаты. В общем, не женщина, а мечта. Зовут ее Азума Хикари, и она любит пончики, кофе и хозяина. Перед приходом домой можно отправить ей смс, и Азума включит свет и поставит кондиционер на нужную температуру. Называется это виртуальное чудо Gatebox. Помимо синхронизации с электроприборами, она еще умеет разговаривать, будить утром и желать спокойной ночи, а также петь и танцевать. Услуги интимного характера голограмма не оказывает. Стоит виртуальная жена в аквариуме 2,5 тысячи долларов. Так что лучше пойти и познакомиться с реальной женой. Тем более, есть где. В том же Токио открылся виртуальный парк развлечений, где японская молодежь зависает теперь часами напролет. VR-парк Токио расположился в самом модном районе столицы Шибая. Парк состоит из 8 игровых зон, каждая из которых имеет определенную направленность. Почти все зоны оборудованы виртуальными шлемами HTC Vive, модными виртуальными рюкзаками и прочими гаджетами для усиления ощущений от игры. Судя по реакции посетителей, ощущения действительно незабываемые. Стоит 70 минут виртуальной игры где-то 2,5 тысячи рублей, а в нашем клубе в Москве всего полторы. Поэтому выгоднее прийти к нам, тем более до Токио ехать очень далеко. Ну а если вы заядлый домосед и мечтаете найти под елкой виртуальный шлем, то скажите Деду Морозу, что появился бюджетный вариант Oculus Rift, да еще и с поддержкой Ultra HD. Вот он, называется Pimax 4K VR. Pimax 4K VR только появился, а уже успел получить престижную награду «Лучший VR на выставке в Азии». Китайский виртуальный шлем внешне и вправду очень похож на Oculus. Pimax предлагает пользователю угол обзора в 110 градусов и поддержку 4K видео. Пока это единственный шлем в мире, который тянет такое разрешение картинки. Также он имеет собственный магазин виртуального контента, но может подключаться к Steam при помощи приложения Steam VR. Недостаток у новинки только один – он не распознает, когда пользователь наклоняется вперед или назад, но за цену в 45 тысяч рублей это простительно. Готовит новинку, а точнее даже новинки и компания Samsung. В 2017 году корпорация пообещала выпустить новые очки виртуальной реальности и не только. Samsung обещает порадовать мир новой моделью Samsung Gear VR, автономным виртуальным шлемом и даже аналогом Microsoft HoloLens. Компания хочет создать гаджет с функцией, дополненной реальности и голограммами. Более подробно о своих планах Samsung расскажет на выставке CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 8 января 2017 года. Ну а пока будем ждать и надеяться, что компания уволила всех рукопопов и новые девайсы не будут взрываться, как это уже было с несчастными Galaxy Note 7. Ну а сейчас музыкальная пауза. В общем, если вы также играете на гитаре, а душа просит творчества, не расстраивайтесь. Новое приложение Rock Band VR исправит положение, вас хотя бы не выгонят из дома. Студия Harmonix адаптировала популярную игру под виртуальную реальность. Теперь обладатели контроллеров Oculus Touch могут лобать на гитаре, сколько влезет, без ущерба для психики окружающих. Игра учит правильно попадать в ноты, брать сложные аккорды, а еще выступать на сцене. Так что если вы давно мечтали стать звездой, то виртуально это будет возможно совсем скоро. Релиз игры намечен на начало 2017 года. Ну а для тех, кто к музыке равнодушен, есть игра, которая уже вышла и получила статус самой инвестируемой и самой прибыльной в истории виртуальной реальности. Ее создатели получили на доработку приложения, как вы думаете, сколько? 50 миллионов долларов. Сорвала куш студия Service, создателя шутера Roadata. Да, именно эта игра с роботами самая богатенькая в мире. Среди инвесторов шутера даже затесалась компания Metro Golden Mire, ну та, у которой лев вылезает из логотипа. Будем надеяться, что разработчики не спустят деньги в казино, а сделают свое детище еще лучше. Хотя оно и сейчас очень даже ничего, и уже принесло студии миллион долларов только в первый месяц релиза. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем хороших геймплеев и отличного настроения. Пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DVR. Субтитры сделал DimaTorzok